Малыша моя дочка буквально через месяц при грудном вскармливании практически вся начала покрываться такими язвами, вплоть до появления живого мяса. Через полтора-два года почувствовал себя плохо. Начал терять сознание где-то по пять раз в день буквально. Сказали, что мне уже 3-4 месяца осталось жить. Мы стали заниматься применением этого метода. Прошло достаточно много пациентов, я думаю, что это около 10 тысяч, совершенно с разной патологией. Эти эталоны, если можно их так сказать, это антибактериальные, антивирусные, антигрибковые, антипаразитарные. То есть все, что нам мешает жить, анти, находится здесь. Добрый вечер. Это программа «Отдел Икс», и я ее ведущий Евгений Толстых. В 1922 году Карл Чепок написал фантастическую комедию «Средство Макрополуса», подарив в ней главной героине Эмили Марти древнее снадомье «Эликсир молодости». Вряд ли в начале прошлого века чешский писатель мог предположить, что в конце того же века наша соотечественница Наталья Зубова разработает уникальный метод сохранения человеческого здоровья, а практическое использование этого метода позволяет сегодня утверждать о несостоятельности понятия «неизлечимая болезнь». На первый взгляд Наталья Зубова предложила простой способ борьбы с любыми вирусными заболеваниями. Зная частоты колебаний всех органов, можно с помощью волновой терапии стимулировать и убирать из них любые ядовитые вещества и таким образом восстанавливать нарушенные функции клеток и тканей. За свой метод Наталья Борисовна Зубова награждена золотой медалью Международной Организации по охране интеллектуальной собственности, как за одно из самых выдающихся открытий 20-го столетия. Сегодня она директор Русско-Американского института натуральной медицины, руководитель Центра биоинформационных технологий, академик Российской Академии Естественных Наук. Но это сегодня. А 24 года назад обстоятельства в ее жизни сложились так, что она была вынуждена взять с собой детей, больную мать и эмигрировать в США. С 1991 года она живет и работает на два дома в России и в Америке. Началось это с того, что те заболевания, которые я вокруг видела и то лечение, которое проводилось, оно было на чистой химии. В Америке даже не было там валерьянка или какие-то ландышевые капли, которые я здесь в России знала. Там этого не было. И так, видно, Господь сделал, что я закончила геофизический факультет. И именно теорию волн, сейсмология, это теория волн. И тогда уже в моей голове, когда я уже стала соображать, что такое гомеопатия, гомеопатия, поскольку мне никто не мог дать ответ, мне говорили, это эмпирически, это вот лечит и все, то у меня стала созревать эта идея, что гомеопатия это и есть волновая медицина. Первым гипотезой о том, что биологическая система имеет полевую структуру, выдвинул в 30-х годах прошлого века советский биолог профессор Александр Гурвич. В середине 60-х годов Академик Казначеев предположил, что кванты электромагнитного поля могут выступать как один из наиболее значимых материальных носителей потоков информации в биосистемах. Позже практические работы по этой теме были развиты немецким биофизиком ОППОМ и его сотрудниками. Для Натальи Зубовой сначала знакомство о дальнейшем серьезное изучение разработок известных ученых послужило основополагающим началом для развития абсолютно новой медицины. Когда медик берет человека и хочет его лечить, он начинает лечить его на биохимическом материале. То есть он его лечит какими-то химическими пулями, лекарствами. И все это начало идет от Пастера. Это пастеровское учение легло в основу всей сегодняшней фармакологической школы. И когда я пришла к выводу, что нельзя оставлять за скобками электромагнитное поле человека, то начала создаваться стройная теория. Она настолько логичная и настолько закономерная, что у меня просто было ощущение эврика. Я читала работы Попа, что система человека априори, она имеет электромагнитное поле. Это электромагнитное поле контролирует и регулирует все биохимические процессы. И таким образом мы пришли к выводу, что мы можем создавать комплексные модели гомеопатических препаратов, брать их уже не как единичные, а брать как комплексные, и создавать ту медицину, которая будет называться биоинформационной. Потому что биоинформация — это и есть основа вот этой электромагнитной сущности человека, Земли, природы, Вселенной. То есть даже я могу сказать, что дыхание человека и дыхание Солнца через какие-то коэффициенты, оно гармонично. Если человек находится в этом гармоничном состоянии, то практически ему никакие болезни не страшны. Сегодня сложно говорить о гармонии. Достаточно просто посмотреть вокруг. По мнению специалистов, на Земле происходит экологическая катастрофа, которая выбивает человека из его привычной естественной среды. Многолетнее использование гербицидов и пестицидов привело к заражению не только сельскохозяйственных культур, но и почвы. Понадобился не один десяток лет, чтобы понять, как вредны для здоровья так активно внедряемые химикаты. Удалось прекратить их использование, но и не искоренить нанесенный ими вред. Да только, как говорится, святое место пустое не бывает. Одни генно-модифицированные продукты чего стоят? Сторонники генной инженерии в один голос заявляют об исключительной пользе новых продуктов. Хотелось бы в это верить, но почему-то вспоминаешь, например, что каждый новый лекарственный препарат, прежде чем появиться в аптеке, лет 5-7 проходит клинические испытания, а всесторонне изучается его влияние на живой организм. А кто исследовал влияние генно-модифицированных продуктов на человека? Как отзовется их употребление сегодня на будущих поколениях? Ответов нет. А ведь речь идет о продуктах, которые мы ежедневно употребляем в пищу. Добавим к этому промышленные и радиационные выбросы в атмосферу, загазованность городов, загрязнение водоемов. На фоне всего этого происходят непонятные катастрофические вещи, которые мы сегодня наблюдаем. Например, локальная вспышка менингита или вируса Эйбл, или же заболевания, которых никогда не было в медицинской классификации. Летом 1996 года в Японии была зафиксирована вспышка непонятного заболевания, вызывающего тяжелые пищевые отравления. В местных средствах массовой информации сначала прошло сообщение о 12 заболевших и 4 погибших от этой странной болезни. Но молниеносно цифра больных увеличилась до 38. И на другой день об этом перестали вообще что-либо говорить. И дело не в том, что не было информационного повода. Просто пошел такой обвал больных, что в стране восходящего солнца испугались паники. Японцы информацию засекретили, а возбудителю непонятного заболевания дали название О-157. Им было непонятно, да и не только им. Значит, что произошло на самом деле по моему, как бы, логическому ходу? Значит, если вы считаете, вот это вот Китай, здесь вот японские острова, а здесь, помните, остров Маруруа? На этом острове президент Франции сделал 3 или 4 взрыва атомных. Проходит 2 месяца, и на восточном Китае делается несколько взрывов тоже. Таким образом, Япония попадает в зону, где закачано огромное количество, огромное количество энергии с юга и с запада. Япония — это сейсмически очень неспокойная зона. Тем более, если туда были такие огромные количества энергии закачаны, там произошла быстрая смена частотных полей. Здесь изменился совершенно вот этот волновой фон, частотный фон. Здесь произошли такие сильные изменения, которые дали толчок вот этому мутационному процессу, когда палочка, которая нам как бы другом является, становится нашим врагом. Они искали причину, а причина, вот она была, экологическая причина. И они меня пригласили в посольство, там присутствовал посол, советники, все. И я им рассказала как бы свое предположение. И я им сказала, причину никакую искать не надо, пройдет 2-3 месяца, и этот фон пройдет. Пройдет, он пройдет над всей планетой, очистится над Японией, и все вернется на свое место. Ничего вы не найдете. И никакого лечения тоже. И все так и произошло. Все это ушло и закончилось. Авария на Чернобыльской атомной электростанции была самой крупной техногенной в истории человечества катастрофой, связанной с облучением. С начала развития в нашей стране атомной энергетики в 1954 году таких огромных площадей никогда ранее не было загрязнено радионуклидами, хотя аварии случались до и после Чернобыля. Просто раньше их удавалось замалчивать. Даже сегодня мало что известно о колоссальном выбросе в полтора миллиона кюри на Ленинградской атомной электростанции в 1975 году. По данным члена корреспондента Российской академии наук Алексея Яблокова, только с января 1992 по ноябрь 1994 в России, и в Литве на Игнолинской атомной было 380 аварийных ситуаций, в том числе 5 с выходом радиоактивных веществ. По разным оценкам, чернобыльский выброс в той или иной мере затронул жизнь 6-7 миллионов человек, треть из них дети. Среди полумиллиона ликвидаторов 12 лет назад здоровыми считались 78%, сегодня эта цифра упала до 10. Механизм уничтожения, заложенный в 1986-м, срабатывает и сегодня, прячась под разными диагнозами и год за годом продолжает убивать. Точные знания волновых электромагнитных характеристик клетки организма на молекулярном уровне позволяют академику Зубовой применять свой метод коррекции волнового кода органов и систем. Проще говоря, она помогает таким людям выжить. Когда случилась авария в 1986-м году на Чернобыле, значит, мы среди машин поручили закрытие этого блока. Хотя мы не были там и руководителями этой станции, мы уже ее передали Минэнерго, нам поручили закрыть этот реактор как организации, которые, в общем, считали, что может сделать это все хозяйство. Приехали и создали там группу из методских смен, которая руководила всеми работами. Я там официально пробыл 60 дней. Ну, неофициально больше. Официально у меня, значит, как тогда было положено, количество полученных рентген за эти дни 28, а неофициально, ну, в десятки раз больше. Где-то через полтора-два года почувствовал себя плохо. Начал терять сознание где-то по пять раз в день по больнице. Ну, врачи определили, что пока не говорят, часто берут кровь. Я тоже не обращал внимания на это дело. У меня были объекты некоторые на Южном море, хотел поехать туда, они меня не отпускают. Сказали, что мне уже 3-4 месяца осталось жить. Это было в 1988 году. Диагноз врачей был кратокожесток, лейкоз, что означает поражение костного мозга, увеличение лимфатических узлов и селезенки, изменение в картине крови и так далее. Случай свел Игоря Беляева с академиком Зубовой. Она провела, как говорится, где-то год или полтора со мной вот все эти свои мероприятия, сеансы медицинские. Ну, и в результате, ну, сказать, что все нормально, но я живой. После этого, после 1986 года, уже прошло много лет, я еще живой, так что я благодарен ей жизни, конечно.